Давайте быстро предоставим директора компании «Сибирс» с «Сибирсом» и «Сибирсом». Я хотел бы нести дополнительную информацию, что это, собственно, это досыдие. Эта история, когда новая гостиница продолжается уже много лет, и, надеюсь, уже когда-нибудь закончится. Проблема в том, что в далеком 10-м году состоялся пропаган, соответственно, номер 6, где присутствует Волтавич Асеев, Цепельсаран, я, соответственно, и мы договорились, товарищ Юрченко здесь присутствует. Не присутствует. А, не присутствует. Тем не менее, значит, было принято решение о том, что компания «Сибирс» будет выделена 0,6 гектара земельного участка непосредственно того, которого мы сейчас обсуждаем, выделены окончательно выделены 4 гектара, для того, чтобы там разместить как раз гостемницу, и, соответственно, передать это все в мунициплине, в земельный участок. В конечном итоге было поручено товарищу Юрченко провести нежелание передачи земельного участка в Минске, в Кондрате в главном уртех, кто заработает архитектурное решение о строительстве в гостинице в одном участке. Вот, конечно, в итоге получилось следующее. То авто застройка, которая неоднократно продлевалась на улице Перешковой, и только благодаря мне там не было построено, потому что я мог бы сделать без всяких проблем, у меня было разрешение на строительство. Я пошел в Ларшатный совет, зачем, не знаю. То есть это еще гильяртикует. Все это продолжается очень долго. Значит, у нас есть замечательная история, где архитектурный комплик был на этой площадке предоставить товарищу Кондрате. Я с удивлением обнаружил, дорогие друзья, что товарищ Кондрате в далеком 72-м году на этой площадке садил 16-этажное здание, которое полностью повторяет мой проект, который за оплачено большие деньги, там 16-этажей. После этого, когда Кондрате сказал замечательным, дорогие друзья, мы с ним пришли с проекты Орщиевым, это моя мечта, она будет осуществлять. Через два дня он забыл свои слова, 16-этажей, это очень много слова, я сказал, что Кондрате. Выросли на другой проект, который мы тоже обсуждали, он полностью гармонировал с администрацией района. Ларшатская сказала, много этажей, 16-этажей много. И поэтому после неоднократных разговоров пришли к истории под названием 14-этажей. 14-этажей опять много, я не знаю, здесь присутствует Кошелев или нет, кто определил на этом месте посадку здания не выше, чем 27 метров. Совершенно непонятно, потому что 27 метров откуда, то есть инсталляция, кому она мешает, то есть вокруг. Раньше на этом месте была помойка, вот на этом экране была показана история про бомжевую. Там была помойка, это еще раз говорю, документально можно посмотреть, пока мы можем. Значит, на этом месте, которое сейчас рассматривается, стоит за забором, много лет, нет разрешения на строительство, потому что оно, как говорится, истекает все время. Есть история другая. Нужна ли вообще гостиница академного росту? Я знаю, что она очень нужна, начиная с университета, заканчивая многочисленным институтом и прочее. У нас в нашем проекте, в обязательном порядке, присутствовало здесь тоже представители МЦ «Квадраты», сидят, вот, да, директора. Была история, когда мы освобождали детский сад и переходили на эту площадку. Было строительство, гостиниство, апартаменты и многоциальный комплекс. Там должен быть бассейн для всех жителей Академгородка. Но постоянно организация под названием «Младшафтный совет» что-то, что-то мешает, что-то, что-то меняет. У меня есть, я не стал показывать и приносить, бумага написана, докладная господином Кондратьевым на имя Асеева, о том, что он встречался с представителем Ашафтного совета, с Шиколянским и Зюбиной, о том, что здесь нужно научиться бороться против застройщика. Эта борьба продолжается уже много лет. Достретились, решили, что нужно делать. Могу буквально предоставить документ. Принять примитивные меры против застройщика бежит Асеев. Когда-нибудь будет построен здесь, я не понимаю. Поэтому предложения, которые сейчас говорят застройщики среди жилого дома, их можно понять. Каким-то образом нужно компенсировать те затраты, которые в настоящее время, где кризис существует, нужно как-то компенсировать. Я понимаю, что гостиница небольшая, но это связано с тем, что есть ограничения по высоте. Можно было построить нормальный человеческий гостиничный комплекс с апартаментами, о чем все время говорили. И, естественно, когда проходят конференции, не стыдно за Академгороду, у нас до сих пор нет нормальной гостиницы. Проходят конференции, там никто не селится. Идея сделать гостиницу родит у меня по одной причине. Все, наверное, знаете слово «Интеграл». Я его построил. Единственное здание, которое построено в верхней зоне Академгорода, а не Яковь, и уж так случилось. За 10 лет у нас нет ни кинотеатра, ни гостиницы, ни бассейна, ничего вверху нет, просто нет. Потому что существует организация ландшафтной советы. Зюдина, Кунина, Шепелянский. Которые определяют жителей Академгородка, что мы должны здесь делать и кто делать. Мне это же вот тут надоело вызывается. Вы не понимаете простой вещи, что мы должны развиваться. Организация, которая называется ландшафтный совет, извините, не для всех это сказано, тормоз. Тормоз для развития Академгородка. Это ответственно заявляют. И на собственной шкуре это все убедился. Поэтому очередное, так сказать, заруба и этого всего проекта, это опять в ваших руках. Как там общественность дальше пойдет? Заня 300 подписей будут собраны, сразу причем. Которые подтверждают не 3 человека из ландшафтного совета, а 300 человек. Подтверждают, что нужна гостиница в Академгородке. И не 46 номеров, а 200 и 300. Потому что конференции, люди селятся где-то в Берске, где-то в городе Герои Васильевск. Если была этажность позволена здесь 20 этажей, нам выпрошли нормальные сети. Мэриот, Хилтон, с удовольствием вы стали здесь в Академгородке и работали. Но когда им говорят, что можно построить только 4 этажа и больше строить нельзя, естественно, от этого всего отказываются. Поэтому то, что я вам говорю, мы согласовали с вашим советом увеличения земельного участка для того, чтобы сделать парковку. Парковочные места их не хватает. Как нормам пройти, непонятно. То есть нужны парковки. В том месте позорище заключается в том, что выходят люди из ЗАГСа, все заполнено, администрация вся, коллапс полный наступает. Не проехать, не пройти. Машина друг на друге стоит. Поэтому то, что было несколько предложений. Потратили немалые деньги для того, чтобы сделать один проект, второй, третий. Когда-нибудь должно это кончиться. Должен наконец-то появиться нормальный проект гостиницы. с апартаментами и так далее. То есть вот у меня простое предложение. Внимательно посмотреть и разрешить такое строительство. Поэтому этажность должна быть. Кто придумал эти 27 метров, мне непонятно до сих пор. Там садится и 20, и 30 метров живет. Патиленко, хозяин этого здания. В своем письме я так и написал. Если хорошая гостиница, нам она очень нужна. Проблемы у университета. Проблемы у всех. Мне стыдно, например, что было буквально 3 года назад такое мероприятие, которое называется Олимпиада. Олимпиаду выиграли наши представители университета. Путин и Медведев вручали им золотые медали. Как вы думаете, приехала комиссия. Во сколько оценили золотую долину? Где будут жить участники? Как на Евровидении они меняются местами. Дорогие друзья, полторы звезды. Гостиницу я мог построить в 2009 году. Вот здесь на Терешково. Я сам дурак на это не согласился. Потому что, понимая, да, там детские сады, нужно перенести. Площадку предоставили. В присутствии Сидоренко, как говорит товарищ Юрченко, сидящий сзади, передают земельный участок в муниципалитет. 0,6 гектара. Но из них, значит, половина там дороги. Поэтому строить на дорогах, как известно, нельзя. Тормоз один я уже обозначил. Кондратьев и организация ландшафтный совет. Есть другой главный тормоз. Томин Юрченко, Виктор Константинович, который ходит в суды. Одну руку подписывает решение на передачу земельных участков. Другой отправляется в суд. И продолжает действовать против этого. Чтобы добрать земельные участки. Куда? В частности, история касается музыкальной школы. Все, дорогие друзья, я все сказал. Больше мне нечего, я ухожу. А можно вопрос? Можно. А сколько этажей гостиницы Мариотта на Дженекидзе? Мариотт на Дженекидзе смешная гостиница из девяти этажей. Стоит. Это Мариотту не мешает. Спасибо. Спасибо.